Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте! Как вам известно, 5 декабря этого года скончался блаженнейший патриарх Великой Антиохии, всего Востока, Игнатий IV, первый иерарх, который возглавлял много десятилетий свою церковь и пользовался огромным уважением на Ближнем Востоке. Святейший патриарх Московский в Северусе Кирилл направил в связи с кончиной предстоятеля Антиохийской Церкви соболезнования синоду Антиохийской Церкви, в котором, в частности, было сказано следующее. Блаженно почивший патриарх Игнатий стоял у кормила Святейшей Антиохийской Церкви в период выпавших на ее долю суровых испытаний. Его библейская мудрость и глубокое христианское смирение сделали его одним из выдающихся религиозных деятелей современности. Он много потрудился ради мира и благополучия на древней земле Востока. Отпевание и погребение блаженнейшего патриарха Игнатия состоялось в момент, когда христиане Сирии и христиане Ближнего Востока в целом переживают очень непростое время. Создается угроза их практически полного изгнания с тех земель, которые веками были населены христианами, в том числе христианами, христианами, часто жившими бок о бок с представителями других религий. И на этом фоне, конечно, не добавляет оптимизма в ведении боевых действий, ситуации, в которой люди опасаются за свою жизнь. Многие христиане становятся заложниками, многие из них буквально насильно изгоняются из своих домов, из своих деревень, из своих городов. Многие из них убиваются, и на этом фоне русская православная церковь старается как можно более часто говорить о судьбе христиан Ближнего Востока в своем диалоге с властями разных государств, в том числе государств Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Говорить с международными организациями, и, конечно, обращаться к властям Российской Федерации, Украины, Белоруссии, тех стран, которые исторически всегда были очень тесно связаны с христианами Ближнего Востока и оказывали им свое покровительство. Сегодня вокруг судьбы христиан Ближнего Востока происходит некий заговор молчания. Может быть, это даже и не заговор, а просто нежелание, вопреки голосу совести со стороны некоторых политических кругов тех же стран Западной Европы, вспомнить о том, что эти страны всегда поддерживали христиан Ближнего Востока, так же, как поддерживала их Россия. Очень сложно разорвать или оспорить связь христианских народов Европы с теми землями, с теми народами, которые были свидетелями библейских событий. Израиль, палестинские территории, Сирия, Иордания, Египет, Ливан. Все это места, связанные с библейскими событиями. Все это места, в которых возникали первые христианские церкви, в которых развивалось христианское наследие. Не случайно сейчас так популярно паломничество в эти страны, представители разных народов Европы. И все в большей мере паломники из России, из Украины, из Белоруссии, из Молдовы приезжают в эти страны, чтобы прикоснуться к древнему христианскому наследию, чтобы побывать в тех местах, которые освящены стопами Спасителя во время его земной жизни, побывать в тех местах, где служили Богу апостолы, где создавались церкви ныне, поминаемые нами при чтении Священного Писания и при размышлениях об апостольских временах. Точно так же народы Западной Европы в течение многих веков всегда имели особое отношение, особые чувства к Святой Земле, к тем местам, в которых пострадал, а до этого жил Господь Иисус Христос. И это особое отношение всегда было одним из основополагающих элементов европейской культуры. Связь между Святой Землей и каждым христианским народом – это неразрывная связь, это одна из основ миропонимания христианина, что христианина Западной Европы, что христианина Восточно-христианского православного мира. Святая Земля – это духовная родина каждого последователя Господа Иисуса Христа. Внимание к ней, желание попасть в нее, желание сохранить и защитить ее святынь – неестественно для христианина. И поэтому очень не случайно последние события на Ближнем Востоке так волнуют многих христиан, живущих в самых разных странах мира. К сожалению, это волнение очень далеко отстоит от отношения многих правящих кругов, некоторых западных стран к тем страданиям, которые сегодня переживают христиане. Многие говорят, что правительства государств, веками покровительствовавших христианам на Ближнем Востоке, сейчас предали их, забыли о них, принесли их в жертву неким политическим интересам, неким политическим играм, которые так или иначе могут быть выгодны части западных держав. Многие считают, что для современного Запада в политическом, экономическом, военно-стратегическом отношении может оказаться выгодной ситуация, в которой целые страны Ближнего Востока, многие государства исламского мира окажутся в состоянии хаоса или в состоянии вечного управляемого конфликта. За исключением тех мест, которые стратегически важны, то есть крупных городов и источников природных богатств, все остальное может быть оставлено на усмотрение хаотических сил, а города и нефтяносные районы могут контролироваться при помощи внешней военной силы. Такая ситуация, возможно, сегодня устроила бы значительное количество основных игроков мирового политического расклада, но при этом, естественно, наличие хаоса или наличие радикальных сил у власти в той или иной стране ставят под угрозу само выживание христиан как меньшинства, исторического, уважаемого, но все-таки очень уязвимого меньшинства в целом ряда государств Ближнего Востока и арабского и мусульманского мира в целом. Сегодня часто получается так, что отъезд христиан из стран Ближнего Востока воспринимается как неизбежное развитие событий. Более того, некоторые западные страны, некоторые страны, присутствующие в Ближневосточном регионе, явно или неявно предлагают христианам Ближнего Востока пути к отъезду в другие страны. Как правило, не имеются в виду страны Западной Европы или Израиль, или Соединенные Штаты. Предлагаются другие государства, в частности, страны Латинской Америки. Таким образом, создается впечатление, что многие власти, имущие в этом мире, смирились с тем, что христиан на Ближнем Востоке больше не будет. Конечно, никто не хочет их гибели и, я надеюсь, не допустит такого развития событий, но пути к отступлению предлагаются, и, значит, предлагается вариант развития событий, который так или иначе будет означать полное вытеснение христианской общины из большинства стран Ближнего Востока. Можно ли этому что-либо противопоставить? Над этим сегодня рассуждают лучшие умы христианского мира. Я совершенно убежден, что есть возможность у народов христиан, у людей, которые себя чувствуют последователями христовыми, у христианских церквей повлиять на политику многих государств, которые вполне способны объяснить новым властям некоторых стран и тем движениям, которые сегодня стремятся к власти, что отказ от поддержки христиан, выдавливание христиан, уж тем более их уничтожение и насилие по отношению к ним должно означать конец всякого контакта этих движений и этих правительств с христианским миром. Сегодня исламский мир, иудейское сообщество, Индия и индуистские общины достаточно ясно пытаются сказать окружающему миру, что для них интересы, связанные с их верой, с их духовным наследием, предельно важны. И ради отстаивания этих интересов они готовы вступать в споры и в непростые отношения с сильными мира сего, с государствами, которые обладают серьезным весом в мировой политике. Люди готовы отстаивать свою веру, люди готовы отстаивать тех, кто по вере им близок, люди готовы стремиться к тому, чтобы их святыни, священные для них понятия и символы, их духовная традиция сохранялись в современном мире, особенно в тех случаях, когда кто-то радикально посягает на эти святыни, на эти традиции, на эту веру. Христианам нужно научиться брать пример с этих религиозных общин, с этих народов. Христианская любовь даже к недругам не означает согласие на унижение их веры, на ее вытеснение из общества, на попрание ее святынь. В христианской традиции любовь к личному врагу никогда не соединялась с наплевательским и безразличным отношением к тем, кто попирает основы твоего образа жизни, кто попирает твои святыни, кто считает возможным хулить имя Божие, кто считает возможным изгонять церковь и христианскую духовную, молитвенную, общественную жизнь из жизни окружающего мира. Христианам нужно собраться, чтобы отстоять права на нормальную, достойную жизнь, на сохранение церковности, тех людей, которые исповедуют с нами одну веру и которые близки нам по историческому пути. Хочется надеяться, что Россия, Украина, Беларусь, другие страны исторической Руси, нашей общей православной восточной цивилизации смогут повлиять и повлиять очень решительно на те новые, приходящие к власти силы, которые сегодня действуют на Дальнем Востоке. Хочется надеяться, что и сохранение мира в тех странах, где сегодня пытаются оспорить право на власть, еще недавно пользовавшихся полной народной поддержкой правительств, помогут избежать массового кровопролития, помогут сделать так, чтобы развитие событий, в котором христианам наверняка придется, или умереть, или убежать, было полностью исключено. Сегодня активные роли России и других стран исторической Руси в мире многие боятся. Наверное, это обосновывая эти страхи рассуждениями об агрессивности политики стран исторической Руси, о том, что они якобы посягают на области, в которых их присутствие не оправдано исторически, но на самом деле боятся, судя по всему, другого. Боятся правды, боятся приложения настоящих нравственных принципов к тем политическим процессам, которые сегодня происходят в мире. Не нужно бояться отстаивать эту правду, даже если она кому-то не нравится. Не нужно бояться называть черное черным и белое белым. Если исторически присутствовавшие в течение многих веков в странах Ближнего Востока христианские общины вдруг оказываются жестко выдавлены, это катастрофа, это грех, это преступление. И поэтому сказать правду о происходящем и сделать все для того, чтобы христианское наследие Ближнего Востока не было бы уничтожено и не превратилось бы в маленькую часть экспозиции какого-либо музея, это значит служить правде, это значит помогать страждущим. Я надеюсь, что и власти христианских государств, в первую очередь государств исторической Руси, и общество этих стран не останутся безучастными к судьбе христиан в странах Ближнего Востока. Воспримут страдания своих единоверцев как свои собственные страдания, помогут обеспечить их будущее, потому что Ближний Восток, священные земли без христианского присутствия потеряют важнейшую часть тех исторических смыслов, которые с ними связаны. Будем молиться о наших братьях и сестрах на Ближнем Востоке. Будем надеяться, что их судьба не останется безразличной для современного мира. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.